Добрый день, уважаемые пациенты, сегодня мы поговорим с вами о симптомах инфекции мочеполовой системы. Чаще всего инфекция мочеполовой системы начинается с нижнего отдела, а именно с уротрита у мужчин и женщин, с воспаления влагалища бывает у женщин. Как проявляется уротрит у женщин? Уротрит у женщин проявляется в короткий период, потому что наиболее часто потом он переходит в цистит. У женщин уротрит короткая и прямая, всем инфекционным агентам достаточно просто попасть в мочевой пузырь, и поэтому, как правило, у женщин это легкое сжение, это легкие выделения, это сжение при мочеиспускании, и достаточно быстро это переходит уже в боль над лобком и другие симптомы цистита. У мужчин уже уротрит излитая, и поэтому здесь возможна длительная персистенция инфекции, такие и такие симптомы и признаки, как жжение из утра мочеиспускания, жжение из утра вне мочеиспускания, покраснение губок уротры, это выделения из уротро, они могут быть слизистого характера, они могут быть гнойного характера, это могут быть периодические выделения, особенно часто по утрам, это могут быть постоянные выделения в течение всего дня, также часто по утрам у мужчины после длительного воздержания мочеиспускания склеиваются губки уротры, а учащается мочеиспускание из-за раздражения мочеиспускательного канала при воспалении, такие симптомы наиболее характерны для уротрита. В ряде случаев у мужчин также поражается головка полового члена, сами половые органы, в этом случае на половых органах появляется различное высыпание, наиболее часто это покраснение, покраснение головки члена у мужчин называется балонопастит. Наиболее часто люди любят ставить диагноз сами себе, либо с помощью врача грибковой балонопастит, однако судя по моим наблюдениям, наиболее часто бывает аллергический была на постит, на разные препараты, смазки, нижнее белье и т.д. Соответственно, после вовлечения мочеиспускательного канала чаще у женщин, как я сказал, реже у мужчин, развивается цистит. Цистит – это поражение мочевого пузыря, проявляется он, как правило, болью над лобком, температурой, увеличением часто паховых лимфатических узлов, при остром цистите – это острые симптомы, это озноб, это слабость, также учащается мочеиспускание, мочевый пузырь выполняет функцию накопления мочи, если он воспалён, то функция страдает. Соответственно, происходит учащение мочеиспусканий, реже самопроизвольное мочеиспускание. Часто мужчины и женщины испытывают боль при мочеиспускании, потому что мочевой пузырь воспалённый, на него давят мышцы, которые сжимают мочевый пузырь, и характерны именно болезненные мочеиспускания. Часто моча становится мутной, особенно в первой порции мочи, и, соответственно, видны хлопья, нити гноя и т.д. Следующим органом, который поражается, часто бывает у мужчин, это пристательная железа. Пристательная железа чаще всего инфицируется непосредственно инфекциями, бактериями и т.д., непосредственно из уретры. С тем же, например, током мочи во время мочеиспускания мочи часто попадает в пристательную железу, так называемый простатический рефлекс. Соответственно, инфекция заносится в пристательную железу, они там размножаются и вызывают симптомы, такие как боли в заднем проходе, сжение в области заднего прохода, болезненная эвакуляция, со временем это снижение потенции, это выделение слизистой или слизистой гнойного характера, продификация и т.д. Более подробно вы можете посмотреть о симптомах простатита отдельное видео на нашем канале. После мочевого пузыря часто воспаляются почки. Почки, если брать по частоте, чаще воспаляются первично, нежели чем от инфекции мочевого пузыря. Потому что им нужно подняться достаточно высоко по мочеточникам, если брать такие вот инфекции нижележащих отделов, что происходит достаточно редко. При заболеваниях почек, таких как пилонефрит, происходит боли в области почек, в области поясницы, боли в области также прилегающих участков живота к почкам, соответственно, повышение температуры, учащение мочеспусканий, опять же, часто происходит озноб, острое такое состояние в виде недомогания, слабости, ну и, соответственно, моча становится мутной, бывает жжение при мочеспускании, бывает поражение от почек, наоборот, вниз мочевого пузыря уретры, который проявляется уже указанным наиболее часто симптомами. Инфекция мочеполовой системы присутствует, при появлении подобных симптомов необходимо не тянуть, обращаться сразу же к врачам-урологам, врачам-венерологам, соответственно, сдавать анализы на определение типа инфекции, ее вида, это и пассивы, это и ПЦР-анализы, это и общий анализ за мочи, биохимию почек из крови и так далее, ну и, соответственно, назначать грамотное лечение. При необходимости диагностики и лечения тех симптомов, которые возникают от инфекции мочеполовой системы, обращайтесь в наш медицинский центр Платон КВД в Москве, нас принимают опытные венерологи и урологи, которые занимаются данной проблемой. Ждем Вас в нашей клинике, подписывайтесь на наш канал в Интернете и наш канал в Инстаграме. Спасибо за внимание. Продолжение следует.